Так, все, готов? Да, готов. Уважаемые коллеги, сегодняшняя первая сессия посвящена интересному продукту Integration Advisor. Как я писал в Телеграме и, возможно, вы слышали, это такой способ делать мэппинги из кусочков, из каталога. В противовес способу скачивания готового XI-контента и использования его по месту, здесь контент создается вами. Я передаю слово Алексею Дмитриеву, консультанту САП-СНГ, который расскажет нам об этом продукте. Алексей, тебе слово. Спасибо. Ну что, коллеги, начнем. Свой доклад я построю следующим образом. Сначала пробежимся по презентации, полистаем слайдики, затем уже покажу данный инструмент, как работать с ним непосредственно в системе, и затем постараюсь ответить на ваши вопросы. Как я уже, как Илья, в принципе, представил, хотел бы добавить, что это облачный инструмент. Это не просто мэппинг, это несколько более широкий инструмент для создания интеграционного контента, для ускорения наших интеграционных сценариев с САП-овскими продуктами, с CPI он совместим и с процессор-оркестрэйшном. Такое это введение. Более детально мы сейчас посмотрим. То есть структура нашей презентации, текущая ситуация, расскажу вам про архитектуру и компоненты Интегрешн-Идвайзера, и информация по лицензиям, и roadmap будет в конце. Ну что, я здесь много по теории останавливаться не буду. Все мы знаем, какие сценарии интеграционные бывают достаточно сложные, что много систем в них участвует, много интерфейсов в них участвует. Основная наша боль, это помимо технического взаимодействия систем, это мэппинг структур и интерфейсов в рамках одного и более сценариев. В принципе, если разделить разработку интеграционного сценария на этапы, то мы видим, что можно их поделить на 6 шагов. То есть это сбор бизнес-требований, создание интерфейсов, мэппинг интерфейсов, техническая реализация на базе какого-либо системы, тестирование, отладка этого всего, исправление и уже деплой, вывод в продуктив и так далее. По затратам коллеги наши, опять же, цифры, можно сказать, не точные, а примерные, но мы видим, что первые три этапа сбора требований, создания интерфейсов и мэппинга занимают большую часть времени. Дальше 15% занимает техническая реализация, 30% опять же, большой кусок времени занимает именно тестирование и отладка сценария, ну и 5% это деплой, перенос, выход в продуктив, да, то есть мы видим, что 100%, да, 50%, 80% у нас занимает именно сбор требований, мэппинги и тестирование и отладка. Дальше, опять же, если мы посмотрим на все эти шаги, особенно первые три, да, то и вспомню наши проекты, сбор требований, написание ТЗ, внесение каких-либо технических или бизнес-требований, все это происходит на абсолютно разных источниках, это могут быть Excel, это могут быть Word, то есть ни одного, практически каждая компания решает это для себя и какого унифицированного здесь подхода в принципе нет, да. Ну, то же самое касается тестирования, тестирует каждый как может, конечно же, часть инструментов у нас подразумевает внутреннее тестирование, да, но многие также пользуются и сторонними инструментами. По доступности структур у нас также нет как бы единого репозитория, то есть если мы вспомним наши проекты, мы либо запрашиваем ВСДЛки, XSDшки, опять же, просто описание структур на различных источниках, в различных форматах нам могут их предоставить, в полных, неполных, готовых для использования, неготовых и так далее, что тем самым, доставляя больше работы, да, именно интеграционным специалистам, нежели это могло бы быть, если бы нам предоставили это все в готовом виде или это было у нас уже в начале проекта. Соответственно, с созданием интерфейсов то же самое, мы обычно узнаем, да, или выясняем это уже в процессе, какие элементы используются, какая кардинальность используется, какие элементы не используются и так далее. С мэппингами еще более сложная ситуация, кто-то ведет их в Excel, кто-то ведет их в Word, обычно нужно искать каких-то сторонних бизнес-консультантов, которые смогут нам пояснить, как с точки зрения бизнеса те или иные элементы должны замэппиться, все это скоординировать, положить это все в спецификацию и только после этого начать работать, да. И, конечно же, завершающий этап – это отладка, тестирование, исправление каких-то ошибок. Тоже не всегда это в полной мере автоматизировано и также требует достаточно большое количество времени на это потратить. Собственно, переходим к основной теме нашего доклада. Собственно, тот инструмент, который относительно недавно, вернее, он уже на рынке достаточное количество времени, просто не все, наверное, знают, что он есть, да, и, я думаю, меньшее количество людей вообще им пользовалось. То есть он называется, в данном случае, на сегодня продукт называется Integration Advisor, но если вы слышали такое название, как Integration Content Advisor, да, то это, в принципе, можно сказать одно и то же. То есть раньше был HCI, сейчас CPI. То же самое с Integration Advisor. Раньше был Integration Content Advisor, сейчас это актуальное название продукта – Integration Advisor. Собственно, это облачный инструмент, который доступен в Cloud Platform Integration, подразумевает под собой так называемый one-stop-shop, то есть инструмент для создания интеграционного контента, как для Application to Application, так и для Business to Business, да. Помимо просто удобного графического редактора, да, чтобы мэппинга, здесь доступно еще несколько таких фишечек, как Proposal Service, то есть на основе машинного обучения и Knowledge Graph, который лежит, как бы под всем этим Integration Advisor, пользователям будет доступен вот этот Proposal Service, который будет подсказывать, как, или, ну, давать предположение, да, как эти интерфейсы можно будет смэппить с точки зрения бизнес-семантики. Дальше еще отличный, одной из фичей данного продукта является автоматическая генерация документации, да, то есть после того, как вы создали интерфейс или мэппинг, вы сможете автоматически сгенерировать Excel, либо Word, либо PDF, то есть документ, фактически ТЗ, который можно будет в дальнейшем пользоваться на проекте. И заключительная часть – это runtime артефакты, то есть как только мы создаем интерфейсы в данном продукте, интерфейсы и мэппинге в данном продукте, да, то мы сможем автоматически сгенерировать артефакты, это фактически XSLT, XSD-схемы, которые можно в дальнейшем использовать в Integration в CPI и в ПО, да, то есть их импортировать в данные платформы и уже использовать по умолчанию. Что хотелось бы еще, хотелось бы остановиться, наверное, вот на этом квадратике, Knowledge Graph, то есть это, собственно, вот Proposal Service, да, на основе машинного учения и CrowdSource Learning доступен именно вот за счет вот этого Knowledge Graph, это общая база, к которой подключены все продукты, все заказчики, да, все те, кто куплен Integration, использует Integration Advisor, они подключаются автоматически к Knowledge Graph, в котором SAP в анонимном формате собирает все мэппинги, которые были доступны и использовались другими компаниями, да, и на основе этого вам уже выдавать те или иные подсказки по бизнес-семантике, по мэппингам, по интерфейсам, как на основе, скажем так, индустрии или бизнес-контекста, какие поля вы можете использовать в той или иной степени. Это мы еще более детально далее рассмотрим. Если же переложить вот на проект, да, как мы можем ту или иную особенность продукта использовать, то, во-первых, у нас по умолчанию в Integration Advisor предоставляют так называемые библиотеки типов систем, то есть это SAP-овские и не SAP-овские системы с уже созданными нами, созданными интерфейсами, то есть это, например, если мы берем ERP-систему, да, там S4HANA, это уже, это IDOC, либо SAP-овые веб-сервисы, либо, если там Ariba, например, систему берем, то это форматы всех сущностей Ariba в CXML-формате, ну и плюс еще различные B2B-библиотеки, это различные форматы ID-фактов, AXML-ов, и эти библиотеки пополняются, будут пополняться SAP-ом, и вами, как владельцами данного продукта, могут быть использованы по умолчанию. На основе данных типов систем мы выбираем тот или иной интерфейс, и уже на основе этого интерфейса создаем свой интерфейс, да, то есть, например, если мы вспомним тот же самый IDOC, у которого 1000 полей, а в реальности мы используем не больше 100, да, то мы выбираем IDOC, на основе него уже строим наш интерфейс, сможем генерировать по нему, опять же, документацию, посмотреть, какие поля используются или нет, и уже переходить к мэппингу, то есть, мы создаем здесь два интерфейса, входящий и сходящий, и дальше на основе двух интерфейсов мы создаем так называемый mapping guidelines, то есть, ну, фактически, operation mapping на основе двух интерфейсов, в котором мы также мэппим одну структуру на другую, и после этого мы сможем уже воспользоваться вот embedded simulation, да, то есть, мы сможем либо сгенерировать какие-то фейковые данные в данном мэппинге и на них протестить, либо можем взять какой-то реальный payload и на нем уже сгенерировать. После этого, опять же, мы сможем при помощи integration advisor сгенерировать документацию а-ля TZ, и в конечном счете, естественно, генерируем runtime-артефакты, которые используются в конечном счете либо в CPI, либо в процесс, либо в процесс orchestration. Ну, здесь, сейчас я перейду более, скажем так, детально к типам систем. Вот мы видим, что основной интерфейс у нас, список данных типов сейчас у нас, по-моему, в районе 10 или 8, мы весьми доступен, но в roadmap у SAP есть добавление данных систем, как SAP, так и не SAP. Ну, вот мы видим, что сейчас доступны XTL, и за коды, и де-факт SAP idoki, которые мы можем использовать, плюс S4HANA, это все SAP интерфейсы. Message Implementation Guidelines. Я работаю. Message Implementation Guidelines, то есть создание интерфейсов. Видим, да, что, как это выглядит, в принципе, в редакторе. Выбираем нужный нам интерфейс. Галочками мы кликаем те элементы, которые, которые нам реально нужны, и создаем на базе, на базе этой структуры уже наш собственный интерфейс. В данном интерфейсе доступны как квалифайеры, то есть это, в принципе, у нас могут быть один элемент либо нода повторяющийся, но с помощью квалифайера мы различаем, как та или иная нода должна себя вести или быть представлена в рамках данного интерфейса. В дальнейшем, я думаю, в системе более детально посмотрим. Это код-листы. Соответственно, это фактически наш value mapping. В B2B интерфейсах и системах достаточно большое количество код-листов. Также они доступны по дефолту, либо мы можем создавать наши кастомные код-листы для кастомных интерфейсов, либо добавлять кастомные код-листы в уже существующие интерфейсы. В каждом мэппинге либо интерфейсе нам доступны также заметки. То есть мы можем делать непосредственно уже относительно нашего интерфейса, либо относительно нашего мэппинга. Мы можем делать заметки, то есть писать, как используется то или иное правило, либо тот или иной элемент, какие-то комментарии давать, может быть, примеры туда закладывать, все что угодно. Ну и, естественно, документация. То есть после того, как мы сформировали и сохранили наш рабочий вариант интерфейса, мы можем уже сгенерить саб-схемы документации в виде PDF-ника либо варда, в котором в этом документе будет фактически изложена вся схема с нашими записями, примерами и так далее изложена в документе. Интеллектуальный сервис, то есть это фактически тот Proposal Service на основе той базы данных доступен в каждом интерфейсе. Мы видим у нас здесь с правой стороны есть кнопочка Get Proposal и колоночка Confidence. Соответственно, что это значит? Это значит, что если мы выбрали, скажем, какой-либо интерфейс и не имеем представления, какие поля мы хотим в нем использовать, то на основе вот этого Get Proposal, видите, да, где-то совсем мало, синяя вот эта, вот эта отметочка где-то совсем маленькая, где-то она побольше, то есть с большой долей вероятности мы видим, да, на основе вот этой вот синего индикатора, что поле, скажем так, ST должно использоваться в данном интерфейсе. Поле PER, административный коммуникационный контракт, используется наименьше, да, то есть этот Proposal Service основан на сборе данных из Knowledge Graph, в свою очередь собирает все данные по данному интерфейсу тех клиентов или систем, которые уже использовали этот данный продукт и данный интерфейс и дает вам подсказку. Естественно, мы можем этой подсказкой, это не обязательно, да, например, с большой долей вероятностью это поле, ну, если оно обязательно, то, конечно, мы его должны использовать, но, опять же, да, есть, мы можем, если вот мы видим, что это поле необязательно, ну, скажем, здесь confidence очень, очень высокий, там 50 или там 60 процентов по данному полю, это не значит, что мы его обязаны использовать, это только для, 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 делается для нашей подсказки, для, чтобы мы, как бы, посмотрели и сделали для себя, хотим мы его использовать или не хотим использовать. Ну, здесь просто более, более детально мы видим, да, если есть какие-то, вот, в поле reference identification, у него есть еще различные квалифайеры, да, и здесь уже видим, что вот три квалифайера, это value-added, customer reference и promotion, из всех вот десяти, три с большей долей вероятности используются в данном интерфейсе для данного поля. mapping guidelines, то есть, по сути, это наш operation mapping, графический редактор выглядит, в принципе, уже кто, не знаю, кто CPI или там, кто CPI, да, работал, в принципе, очень, очень даже похож, с левой стороны у нас source, с правой стороны у нас target, и здесь либо drag-and-drop, либо здесь снизу у нас редактор, к которому мы можем, скажем так, некоторые, некоторые функции, если это не один к одному mapping, то XSLT функциями мы можем эту логику подправить, скажем так. Опять же, функции, property по каждому полю, можно, можно, можно посмотреть какое-то поле, да, какие-то внести сюда записки, комментарии, примеры, по каждому из полей. Intelligent Service, да, то же самое. В прошлый раз мы использовали Intelligent Services для конкретного интерфейса, но то же самое мы можем использовать уже в рамках нашего мэппинга. То есть, если у нас есть два интерфейса, и мы, например, не знаем или хотим какие-то подсказки увидеть, да, как, как на основе вот того саповского опыта, который был собран, как те или иные поля в рамках этих двух интерфейсов могут потенциально быть замеплены. То есть, мы нажимаем на кнопочку Get Proposal и видим, что, как бы, подсказки с какой, с какой долей вероятности те или иные поля и как они должны быть заполнены. Симуляция. То есть, два способа у нас есть сгенерировать данные. То есть, мы можем, в принципе, симулировать, и у нас появится вот один столбец с датой, и здесь будет сгенерировано, скажем так, уже какая-то, ну, фейковая, фейковые данные. Там, если это string, то это, там, какой-то string, стринговое значение. Если это, там, int, int-овое значение, да, то какое-то будет, какое-то цифровое, цифровые данные будут сюда внесены. То есть, мы, в принципе, можем уже более-менее, как бы, на основе этой симуляции протестировать данный мэппинг. Соответственно, как только мы закончили с технической реализацией, мы можем уже сгенерировать документацию в виде PDF-ника, либо Word-а, либо, по-моему, уже и Excel, Excel-ка тоже вариант добавилась. То есть, это все генерируется, импортируется, используется вами в дальнейшем в проекте, как рабочая документация. Рантайм-артефакты, соответственно, после того, как мы все сгенерировали и готовы это использовать в наших интеграционных системах, будь то API, либо CPI, мы переходим на закладочку, на кнопку экспорт и видим, что вот у нас доступно Cloud Platform Integration Runtime артефакты, либо Proce Integration Runtime Artefacts. Соответственно, мы их выгружаем в качестве архива, который генерит нам и XSD-шки, и XSLT, которые в дальнейшем мы используем в нашем, в данном случае здесь показано у нас CPI и iFlow. Вот мы используем первый шаг, второй, третий, четвертый и пятый. То есть, если у нас есть валидация, то, очевидно, нам нужно использовать XSD схему, которая будет нам доступна также при экспорте. Ну и, соответственно, здесь при процессинг, то есть перед мэппингом мы должны сделать перепроцессинг интерфейса, дальше у нас идет мэппинг и потом постпроцессинг интерфейса уже после мэппинга. Ну и, соответственно, любую другую логику, конечно, мы можем добавить, учитывая наши требования по интеграции, учитывая все оставшиеся возможности CPI. Лайсенс и Роудмэп здесь, ну, как бы, в принципе, есть некоторые, некоторые чуть-чуть, то есть по лицензиям я могу сказать, что нужно следить за актуальными новостями в группе либо на хелпе, потому что лицензии, скажем так, чуть-чуть перерабатываются, чуть-чуть меняются. Ну, раньше, скажем так, пару месяцев назад это было, в принципе, если у вас Enterprise Edition лицензия была облачной платформой, да, то Integration Advisor был частью ее и, в принципе, вы могли ее использовать по умолчанию. Если вы хотите его использовать как отдельный продукт, у вас данной лицензии, скажем так, нет, то вот 250 евро в месяц. И отдельные лицензии необходимо, это относится к обоим лицензиям, да, даже если у вас и Enterprise Edition, то, но вы хотите использовать B2B библиотеки, то есть Edifact и AST X12 в библиотеке, то в любом случае вам нужно будет доплачивать, доплачивать дополнительные, дополнительные, лицензии для данных библиотек, да, то есть 170 в месяц обойдется вам и Edifact библиотека, и X12 в 500 евро в месяц. Доступны они вот в SubStory, соответственно, оттуда можно было бы их купить. Ну, видно, да, что сейчас по умолчанию артефакт Integration Advisor доступен с CPI и с ПО в планах также использования с Business Hub и с AIF. Роудмэп, сегодня вот я, в принципе, обновил его, можно ссылочка в презентации, в комментариях также есть, можно будет самим пройти и посмотреть актуальный роудмэп. То есть мы видим, да, на 2020 год, на 2021 год видно, что будут добавлены, ну, по крайней мере, в роудмэпе есть добавление новых типов систем. Это и SuccessFactors, и Concur, Fieldglass, и здесь где-то были новые версии для Ariba, потому что сейчас 20-я, либо 22-я версия загружена в Integration Advisor, а на Ariba уже, по-моему, 24-я, что ли. Интересно, интересно вот это, конечно, обновление, да, что Push-Service, соответственно, не будет необходимости импортировать артефакты себе на рабочий стол, потом их, то есть экспортировать их на рабочий стол, потом импортировать в CPI, то есть будет реализован Push-Service, который будет уже автоматом импортировать из Integration Advisor напрямую в тот CPI-ный саб-аккаунт, который, который вы там укажете. Ну, собственно, я думаю, на этом все. Что касается презентации и теории, вот, поэтому можем перейти, наверное, если вопросов нет по этой части, мы можем перейти, наверное... Алексей, вопросов пока нет, так что спокойно можешь переходить к показу. Да, хорошо, я тогда закрываю презентацию. Коллеги, если есть вопросы, пишите, конечно. Да, да, да. А, сейчас, подожди, вот в чате, да, что-то есть? Сейчас. А, это ты, это... Нет, это не я. Надо Ивана Шашуина размьютить, сейчас я найду его. Иван, можешь говорить? Попробуй размьютиться. Все. А, все. Это мисклик. Все, давай систему. Хорошо. Так. Продолжаем тогда. Сейчас посмотрю, чтобы не отвалилось у меня. Ну, собственно, да, вот так выглядит... Так выглядит система. Фактически, у нас есть здесь четыре закладочки. Первая — это типы систем. Вторая, да, забыл в презентации отметить, что относительно недавно добавилось, да. Помимо тех систем, помимо тех типов библиотек, типов систем, которые добавлены SAP по умолчанию и могут использоваться, да, то мы можем импортировать наши кастомные интерфейсы. То есть, если у вас есть потребность в использовании не стандартных каких-то интерфейсов, а своих собственных, то, соответственно, вот закладочка Custom Messages, к нее переходим, добавить, соответственно, сюда добавляем XSD схему данного интерфейса, и он будет нам уже доступен для дальнейшей работы, для создания мигов, магов и так далее. То есть, сейчас я вернусь к типам систем, то есть, как мы видели на презентации, вот тот список, который нам доступен — это B2B библиотеки, это CXML, опять же B2B, вот SAP-овские системы, да, это SUAP, iDoki. Пожалуй, я iDoki не буду открывать, потому что некоторое время занимает, ну вот, например, можно в S4HANA зайти, да, здесь перечислены версии, которые здесь доступны, дальше можно посмотреть, какие интерфейсы доступны, «Пролистать», «Поиск», «Поиск» также работает. Далее, переходим на закладочку MIG, «Implementation Guidelines», то есть, фактически для того, чтобы нам создать мэппинг, нам нужен входящий и исходящий интерфейс, да, то есть, здесь я добавляю, говорю «Add», выбираю, какую систему я хочу использовать в качестве входящего интерфейса. Пожалуй, выберу, ну вот, я иди факт. Дальше выбираю сущность, скажем, «Order», выбираю интересующую меня версию, «XD» можно пропустить, обязательно даю название. Направленность, направленность, в принципе, особо ни на что не влияет, можно поставить «Both», можно поставить «Outbound», можно поставить «Inbound». Дальше, summary, краткий комментарий. Очень важно здесь также указать бизнес-контекст. То есть, по бизнес-контексту мы дальше, Proposal Services работает также по бизнес-контексту. То есть, мы здесь можем указать классификацию, индустрию, локацию данного интерфейса, что в дальнейшем нам даст возможность более уникально и более узко сделать Proposal Service. Здесь выбираю какой-нибудь бизнес-процесс, геополитика выбираю. Нажимаю «Создать». Дальше все, если успешно создано. Далее я вижу, кем создано, когда создан, есть ссылочка на него. И появляется вот еще несколько закладочек. Перехожу в структуру. В структуре видим, что некоторые обязательные поля уже у меня замеплены. Соответственно, я могу ее раскрыть. Здесь выбрать руками те поля, которые мне нужны. Если я, опять же, не знаю, какие поля мне мэпить, я могу воспользоваться как раз таки инструментом кнопочки «Get Proposal». Видим в Confidence, видим, какие из полей наиболее часто, из какой доли вероятности использовались в других проектах, которые также использовали данный интерфейс. Здесь мы можем, в принципе, указать «Воспользоваться подсказкой». Дальше. Вот если наведем сюда, то видите, справа наверху, в маленьком квадратике, указанный процент. Указан процент, то есть 14%. И когда мы нажимали «Get Proposals», не знаю, обратили внимание или нет, должно было быть тоже всплывающее окошко, на основе какого количества мигов данный Proposal сервис работает. То есть это может быть 5 интерфейсов, это может быть 105 интерфейсов. И, соответственно, это количество 14 считается от общего числа интерфейсов, которые хранятся в базе Integration Advisor. Опять, я говорил, что это носит исключительно информационный характер. Мы можем это брать себе на вооружение и мэпить эти поля, можем не брать. Также по полям, если я нажимаю на конкретное поле, здесь у меня уже выводится информация по конкретному полю. Здесь доступны нам описания данного поля, кардинальность, квалифайеры. Здесь мы можем, опять же, задать какой-то примерчик, то есть и Fixed Value, либо Example Value. Дальше в мэппинге он подтянется, да, и мы сможем использовать это значение уже непосредственно в мэппингах. Я сейчас все мэппить не буду. Вот закладочка Notes, можем добавить какие-то примеры, комментарии, техническую информацию, все что угодно. Дальше она перейдет и в сгенерированную документацию. Что еще мы должны это все, естественно, сохранить. Подзависло слегка. Да, сохраняем. И здесь нам доступны две вкладочки, это экспорт. То есть, если я перехожу на экспорт, то мы можем сгенерировать документацию, либо артефакты для API и CPI. Если я нажимаю кнопочку Activate, то данные по моему собственному интерфейсу уходят, публикуются, скажем так, в анонимном формате в Knowledge Graph. То есть, мы вносим вклад в тот Knowledge Graph, к которому подключены все Integration Advisor. Если мы не активируем данный интерфейс, то он будет находиться здесь у нас локально, и никакой общий вклад в общую базу мы не внесем. И, соответственно, то же самое нам необходимо сделать. Мы сейчас сделали входящий интерфейс. То же самое нам нужно сделать и с входящим интерфейсом. Скажем так, я могу выбрать IDOKI. Возьмем Orders. Orders 5. Версию выбираем, пропускаем XML. Задаем контекст. Индустрию. Сохраняем. Переходим в структуру. В структуре мы мэппим те поля, которые знаем, те поля, которые не знаем, мы можем воспользоваться. Get Proposal. А вот видите, да? То есть Proposal Service основан на 78 созданных интерфейсах. Интерфейсов. То есть 78 интерфейсов было активировано. На основе этих данных мы получаем такую информацию. Такую информацию. Сохранили то, что нам нужно. Можем нажать на кнопочку Simulate. У нас появился вот еще один столбец с названием Data. Перенести нельзя. То есть видим, да, что, в принципе, по тем полям, которые нас интересуют, здесь появилась некая такая фейковая data. бизнес-дата, которую мы можем, в принципе, посмотреть, либо изменить. То же самое. Здесь у нас доступна активация либо экспорт после сохранения данного интерфейса. Все. Оба интерфейса у нас готовы. У нас есть входящий интерфейс, есть исходящий интерфейс. Следующим шагом мы создаем Mapping Guidelines. То есть переходим на закладочку Mapping Guidelines. То есть фактически это наш уже непосредственный мэппинг. Здесь я нажимаю на Add. Выбираю. Видите, у нас здесь Source и Target. Выбираю. Мой Source. Выбираю. Мой таргет. Оба интерфейса у меня сюда подгрузились. Перехожу на закладочку Mapping. Далее у меня появляется такой редактор. Соответственно, здесь с этим редактором я уже работаю. Кто знаком с CPI или CPI. Думаю, здесь никакого труда разобраться не составит. Соответственно, здесь мы можем делать drag and drop. Если это на уровне элементов, то у нас появляется здесь описание полей. То есть мы видим название поля, его кардинальность. Какую-то еще дополнительную информацию тоже самое и в таргете. Описание, кардинальность, к какому типу он относится, длина поля и так далее. Ну и соответственно, у нас есть закладочка functions. Здесь мы можем... Единственное отличие от тех же CPI и API, что здесь поддерживаются исключительно функции и XSLT. То есть Java функции нет, графического мэппинга нет, исключительно XSLT функции. Замэпили какие-то поля. Если не знаем, хотим подсказку, нажимаем на Get Proposal. То есть, если предыдущие пропозиции у нас были основаны на конкретном интерфейсе, то здесь пропозиции я хочу именно с точки зрения мэппинга одного интерфейса на другой. А, Select Proposal. Видим, что где-то уже появились константы. Вниз если пролистаю. Ну вот здесь не особо много он нам предложил. Как мы можем замепить? А, ну, наверное, потому что я, в принципе, line item не выбрал. Там основной Proposal. Если, если что-то, то есть создали интерфейс, вот видим, да, я не выбрал, скажем так, там, вот у меня header есть, line item я не выбрал. Мы можем это дело сохранить, вернуться опять в наш интерфейс для того, чтобы добавить, добавить либо убрать. Мы можем те или иные поля. Опять я возвращаюсь в структуру. Edit. Location, ref, segment. Defend. Line item. Select all. Сохраняем. Дальше. Возвращаясь обратно в мэппинг. Посмотрим, должна структура наша обновиться, добавится дополнительные поля. Ну вот, сегмент, сегмент 28 с line item добавился. Сейчас я попробую. А, так, секундочку, а здесь у меня, наверное, тоже line item нет. Сейчас давайте я перейду во второй интерфейс. Сейчас мы перейду. Сейчас мы сделать инструмент. Сейчас мы заберем, чтобы разъемников. Сейчас мы подойдем на фейсы. Сейчас мы используемся на фейс. этом general data пожалуй тоже добавлю select all все что все что относится к general data дженера верненько к этому я выделю сохраню да вот появились у нас line item обоих структуров посмотрим предложат ли нам что-то сервис или нет а и и и Продолжение следует... Так, Select, Best Proposal. Ну, на самом деле, что-то он не особо выдал. Достаточно много, да? Не выдал, а тут какие-то константы. Вот, особых. Вот. Поэтому, ну, как бы идея, надеюсь, вам понятна. Не всегда и не по всем интерфейсам он может выдавать, опять же, исключительное количество вот таких предложений. Это все зависит от того, насколько Knowledge Graph, да, образован, насколько в него, как бы, другие все участники, кто подключен к Integration Service, серверу, да, наполнили его данными. То есть это, как бы, общая работа. Это не то, что саб взял, какие-то мэппинги, их туда сложил, и по всем возможным интерфейсам, структурам и вариациям. Вот. Это общая работа. Чем больше людей используют Integration Advisor, тем умнее он станет, тем лучше наполненность данной базы, как бы, будет, тем лучше, собственно, сервис Proposal. Этот сервис Proposal будет, будет работать. Вот. Ну, соответственно, переходим к финальной стадии. Сохранили мы данные мэппинги. У нас остается сгенерировать документацию. Можем вот сгенерировать документацию в виде PDF. И импортировать артефакты. Export Cloud Platform Integration Artifacts. Документация выглядит примерно вот так. То есть по всем элементам. Source, Target, Business Context, кем и когда создан. Ссылочка. Здесь. Мэппинги. Так это выглядит. Документация. И сейчас скачаются артефакты. Алексей, а можешь потом еще показать, как не для CPI, а для PI выгрузка артефактов и в каком виде они выгружаются без документации даже можно? Ну, это, в принципе, независимо. То есть документацию можно выгружать, можно нет. Не обязательно, чтобы выгружать артефакты. Нужно выгружать документацию. Соответственно, мы можем сейчас же перейти в процесс Integration Artifacts. Вот, у меня выгрузилось, да, то есть я сейчас. Получается, выгружается сам мэппинг в виде XSLT, выгружаются данные по входящему интерфейсу. Тут XSD схема, тест-дата, ну и здесь при процессе XSLT нас интересует. И тоже самое по входящему, то есть исходящему интерфейсу XSD схема, тест-дата и здесь уже пост-процессинг XSLT нас интересует. Ну и, соответственно, сам мэппинг. Открываем артефакты, которые относятся к КПО, да, то есть здесь, ну здесь XSLT схемы нет, тест-дата нет, здесь есть при процессе XSLT, мэппинг и пост-процессинг, то есть 3, 3, 3 артефакта. Что с ними делать, да, дальше возникает вопрос. Переходим мы в Integration Advisor, в CPI. В CPI есть определенные темплейты, их можно, в принципе, найти в Discovery. Вот здесь пакет с определенных наборов iFlow, то есть, в принципе, вот из CXML в iDoc, из ID. iDi в iDoc, ну то есть, в зависимости от ваших требований, да, мы можем взять тот, тот или иной сценарий. Сценарий у нас, в данном случае, мы используем ID.Fact, ID.Fact to iDoc, да, где у нас эту iDoc, вот этот вот. Вот. Ну и... Я уже, в принципе, к себе... То есть, мы здесь, в принципе, можем... Он... Он... Тот просто темплейт, да, не привязан никаким конкретным системам. Просто чистый темплейт, только с определенным набором шагов, которые, в принципе, мы можем взять. Здесь, видите, мы добавили одну систему. Здесь, то есть, мы получаем по ID.Fact, ID.Fact структуру purchase order по каналу IS2. Дальше происходит валидация, конвертация, некоторые дополнительные шаги по удалению декларации. Дальше вот. То есть, этот шаг, этот шаг при processing, mapping и post processing, да, мы берем и заполняем исключительно из тех артефактов, которые мы получили на основе Integration Advisor. Да, то есть, вот здесь валидация. Переходим на шаг x12, соответственно, вот сюда заходим в входящий интерфейс и xsd структуру берем отсюда. Дальше переходим в при processing, шаг, да, и, соответственно, импортируем. Импортируем. Но его надо раззиповать. То есть, импортируем его из. Вот, при processing берем отсюда. Дальше мэппинг мы берем. Мэппинг берем отсюда и пост processing мы берем, соответственно, из. Post processing отсюда. Всю остальную логику это уже, как бы, на ваше усмотрение, на ваши требования. Но основная, основная часть мэппинга, да, для xsd схемы доступны, готовы уже из Integration Advisor. Сохраняем, активируем, используем. Ну вот, скорее всего, это все, чем я хотел с вами поделиться и рассказать об Integration Advisor. Так, вот, соответственно, переходим на Куэй, да, я так понимаю? Да, есть вопросы. Да, вот один вопрос, Николай, получается. А загрузка существующих у клиента Message Mapping как база для подсказков, для подсказок не присмотрит, только наполнение по ходу ручной работы системой? Ну, на самом деле, с АПом определенная работа ведется, да, по автоматической загрузке и наполняемости данных. То есть, если я так понимаю, что вы спрашиваете про Knowledge Graph, да, и про подсказки, но там есть определенные, как бы, загвоздки в этом. То есть, чтобы получить эти все Message Mapping, их распарсить в ту структуру, которая нужна. Вот. И, наверное, даже с библиотеки типов начинается вопрос. То есть, у нас есть существующий проект, много мэппингов, и мэппинги же не только из какой-нибудь X12, которого, скорее всего, на проекте может не быть. Ну да, да, да. С одной стороны будет iDoc, а с другой стороны что? То есть, проблема импорта существующих мэппингов начинается с проблемы импорта типов данных. Ну да, да, да. Структур, да, структур. Вот. Ну, соответственно, под кастомные структуры, естественно, вот, как я уже показал, такая опция у нас есть, да. Вот. Такая коллекция, коллекция кастомных месседжей. То есть, сюда мы, в принципе, можем загрузить по нашим XSD, да, и создать кастомные интерфейсы. Вот. Но, да, импорта, как такового, готовых XSLT и мэсседж мэппингов нет. Угу. Так. А как, на твой взгляд, это применимо в России? Есть мысли? Еще раз скажи, пожалуйста. А как, на твой взгляд, это применимо к российской проектной специфике и действительности? То есть, вот, есть X12, есть iDoki? Да, 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 да. Конечно, это ограничение, да, ну, то, что у нас, ну, хотя бы, да, хотя бы была бы 1С, как тип систем доступная, да, то уже было бы, наверное, легче. Но вот, к сожалению, такое ограничение, да, есть. И, как мы видим из роудмэпа, сейчас, как бы, разработчики, да, и product manager стараются именно дополнить всеми саповскими системами. Хотя с этим тоже есть определенные, да, некоторые трудности. Не так быстро, не так просто, скажем так, добавить существующую систему, как по техническим возможностям, так и по юридическим, да. То есть, ну, если с саповскими системами это относительно, ну, как бы, просто, да, здесь только техническая часть важна, то, скажем так, с другими системами других вендоров здесь уже возникают и юридические вопросы. То есть, мы не можем просто так взять, да, там, структуру 1С или, там, модель данных и загрузить к нам, ну, именно в Integration Advisor. То есть, нужно сначала это все согласовать, а ты понимаешь, что это, как бы, требует и времени, и ресурсов, и так далее. Вот, но… Ну, еще и у 1С-ки же нет такого набора каких-нибудь условных айдоков и сапов. Или мы о них тоже не знаем. То есть, какая это будет 1С-ка? Ну, да, да, да. Должны представители 1С, наверное… Ну, я в целом сказал 1С-ка, но, как бы, это, в принципе, распространяется и на другие не саповские, скажем так, системы, да. Вот. Поэтому здесь вот такие, конечно, ограничения, и, ну, я знаю, что, в принципе, разработчики, как бы, работали над этим, работают над этим вопросом, как это ограничение убрать, и, ну, чем проще заказчику будет добавлять самому, да, эти свои собственные типы систем, тем, как бы, и продукт от этого только выиграет и будет гораздо шире применяться в интеграциях. А вот эта библиотека кастомных типов, она одна у всех заказчиков или она для заказчика уникальна? Она, это твоя, да. Ну, в смысле, локальная. Тогда получается, если заказчик здесь делает что-то, то knowledge graph по ней не тренируется, ведь, да? Да, потому что, ну, сейчас, да, вот, если там, посмотреть, мы не сможем, то есть, интерфейс и, как бы, данные по структуре интерфейса добавляются только тогда, когда мы активируем данный интерфейс. Но вот в недавнем, не так давно, да, функция активации была еще недоступна для кастомных сообщений. То есть, как только она будет доступна, да, как только мы сможем активировать кастомные, тогда она уже будет, ну, как глобально доступна всем. Угу, понятно. Понятно. А как, на твой взгляд, если, скажем, вместо 1С этой разработкой заинтересуются EDI провайдеры? Мне кажется, для них это будет более понятно, что надо делать. То есть, разработать библиотеку типов для EDI провайдера и предложить реализации для этих форматов, которые им ближе. Ну, да. Такая, по сути, для EDI... Я имею в виду российских EDI провайдеров. А, ну, российских? Российских, да. Возможно, да. Российских, да. С другой стороны, у них уже есть существующие какие-то решения по преобразованию всего. Ну, да. И это, наверное, САП должен тормошить провайдеров в этом случае. Ну, да, да, да. Ну, на самом деле, я знаю, что, в принципе, ведется такая работа, да, переговоры. Ну, просто это все идет больше, ну, пошло, естественно, договорились, видишь, с провайдерами вот этих держателей данных стандартов. Это B2B, GFES, X12, да. Вот, с ними, как бы, договорились о партнерстве и, соответственно, загрузили их структуру к себе. Если, ну, скажем так, будет видна потребность, ну, скажем бы, если бы у нас в России был бы какой-то там единый провайдер, да, с которым большинство компаний работает, то, конечно, было бы разумно его сюда добавить, да, и целесообразным было бы вести переговоры с этим провайдером. Ну, такой провайдер, например, есть, как в виде СМЭФ, системы межэлектронного, межведомственного и электронного взаимодействия, но для САП-проектов он мало пригоден, и в основном это либо обмен между учреждениями, ведомствами и государственными структурами, а не пользователями продуктов САП. Ну да. Итак, наверное, тогда все. Алексей, спасибо большое. Я думаю, зрители получили представление о том, что вообще это за продукт, для чего он пригоден и что от него можно ожидать. Те консультанты, которые работают на международных рынках, возможно, смогут его пощупать, если заказчик предоставит лицензию и вход в него. Ну, а как это будет развиваться в России? Конечно, мы со своей стороны, коллеги из российского САП, будут двигать этот продукт, и мы хотим, чтобы он был применим не только для англоязычных или международных проектов, но и для наших с вами проектов. Спасибо большое, Алексей. Да. Спасибо, да. Спасибо всем, что пригласили, что послушали. Если, со своей стороны, хочу сказать, да, если, в принципе, знаете, что у вас данная лицензия позволяет использовать этот продукт, вы не знаете, как начать или какая-то нужна дополнительная информация, приходите к нам, пишите. Будем рады всегда помочь, подсказать, либо как бы поработать совместно на каком-либо из проектов. Алексей, забыл спросить, учебный курс по адвайзеру уже есть или нет? Я не видел. По-моему, помнишь, тот раз мы смотрели только онлайн какой-то, да, был? Ну, и все. Больше и больше ничего такого. Ну, тем не менее, насколько известно, продукт у глобальных пользователей достаточно становится востребованным, и, наверное, его встретить уже реально в жизни, да? Так ведь? Да, в целом в Европе и в Америке заказчики интересуются, такие достаточно крупные, как H&M, Nokia, Эндерсенхаузер, да, то есть, в принципе, интересуются, используют или стараются его как-то применить в своих интеграционных проектах. Ну, пожелаем этому продукту светлого будущего. И следующий доклад в 2 часа. Ринат Хамедуллин расскажет об... Так, я давайте зачитаю это и скопипащу. Саб-клауд-платформ, solution-диаграммы и иконки руководства по применению. Так как вы видели, что в учебных материалах и в презентациях появляются новые стили оформления, то, возможно, вам будет интересно, что за этим стоит, какие идеи, как это читать и как, возможно, вы захотите сами рисовать в таком же стиле. Доклад в 2 часа, ну и сейчас перерыв. Все. Субтитры сделал DimaTorzok